Добрый вечер, дорогие друзья! Поводом для нашей встречи послужило радостное и важное для нас событие – двойной юбилей. 70-летие Новосибирского музыкального колледжа имени Аскольда Федоровича Мурова и фортепианного отделения. На протяжении 70 лет в этих стенах царит ее величество – музыка. Она становится неотъемлемой частью нашей жизни, ведь музыка – это не профессия, это призвание. Сегодня в концертном зале «Сибирский» мы собрали преподавателей отделения, студентов, выпускников, всех тех, кто отдал колледжу многие годы жизни. Вырастил не одно поколение талантливых музыкантов и тех, кто просто неравнодушен к фортепианной музыке. В честь юбилея мы подготовили очень яркую и интересную концертную программу. И откроет наш концерт – выступление фортепианного квартета, в состав которого вошли студенты 3-х и 4-х курсов. На сцену приглашаются Оксана Чуркина, Расим Мельдиев, Марина Григорьева и Ольга Шрамко. Берджик Сметина, Ронда. Класс преподавателя Полонского Анатолия Григорьевича. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Юбилей. Есть в этом празднике неповторимая прелесть. Он позволяет каждому оглянуться назад и задаться вопросом, какими были эти годы. Много лет прошло с тех пор, как первые студенты-пианисты переступили порог еще тогда музыкального училища. Они также развивались, творили, взрослели, дружили. Прошло 70 лет, и ничего не изменилось. Наши студенты талантливые, энергичные и жизнелюбивые. И яркий тому пример наши первокурсники. Выступает Лев Кравцов, Чайковский и Юль. Класс преподавателя Анатолия Григорьевича Полонского. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Анастасия Косинова Субтитры подогнал «Симон» Анастасия Косинова 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 С открытием в 1945 году музыкальное училище начинается история фортепианного отделения. Педагогами стали выдающиеся музыканты, представители Санкт-Петербургской школы, Игнатович, Гейнсбург, профессор Штейн, а также состав преподавателей пополнялся выпускниками западных консерваторий Барак, Гендис, Захарченко, Брезнюк, Белоусова и многие-многие другие. А сейчас для вас прозвучит прелюдия соль-мажор Сергея Васильевича Рахманинова. В исполнении студентки четвертого курса Оксаны Чуркиной, класс преподавателя Полонского Анатолия Григорьевича. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ на отделении стали работать педагоги-совместители Евсей Михайлович Зингер, Виссарион Исакович Слонин, Татьяна Сиданкина. В 60-е годы в коллектив влились бывшие выпускники училища, окончившие Новосибирскую консерваторию. Олег Владимирович Риотин, Людмила Степановна Юль, Наталья Константиновна Рубунова, Виктор Александрович Коваленко, Владимир Васильевич Гурьянов, Лариса Васильевна Юрьева, Татьяна Валентиновна Савлина и выпускница Московского государственного педагогического института имени Гнесиных Вера Григорьевна Анучева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Играет музыка 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 Спасибо. 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 Никита Хрукада, Сергей Рахманников, Трилюди Аре-минор, класс преподавателя Корчеганова Елены Петровой. Спасибо. Спасибо. Сергей Рахманинов, весенние годы, портебианный дуэт, студентки второго курса Лидоши Анастасия и Молчанова Анна, класс преподавателя Важенова Ирина Юрьевна. Анастасия и Молчанова Анастасия и Молчанова Анастасия. Анастасия и Молчанова 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 Анаст Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Спасибо. 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 Дежурьянка Лариса. Дежурьянка Лариса. Выпускница 1986 года по классу преподавателя Гульянова Владимировича. И выпускница 1995 года по классу вокала Упривалова Юрия Александровича. Лауреат международного конкурса. Солистка проекта Вива Классика. И Волкова Ирина. Выпускница 1982 года по классу преподавателя Юль Людмила Степануна. Ныне концертмейстер детской музыкальной школы номер один. Франциск Муленко. Дороги Вивы. Испанская песня из апеллеты дочери Кадикса. Испанская песня. 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 Най-наж-наж-наж-наж Най-наж-наж Най-наж 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 КОНЕЦ 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 Сергей Прокофьев. Всю это фантазия под редакцией Готлиева «Золушка». Исполняет фортепианный дуэт Эльвира и Анатолий Полонский. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ВСРА, Дядюс У ДОБИ Аминь. 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 Профессия музыканта, конечно, требует невероятной вдумчивости, ответственности, серьезности. Но если мы вспомним композиторов, чье творчество потрясает глубиной мысли и силой чувств, то можем рассказать о них немало курьезных и веселых историй. И найти в их музыкальном наследии немало шуток и сюрпризов. И в завершении нашего концерта улыбку и хорошее настроение вам хочет подарить квартет преподавателей, в составе которого Ирина Важенова, Елена Чернова, Анатолий Полонский и Оксана Кутергина. Вадим Иберган, концертная колька Нора, посвященная замечательной пианистке Норе Новик. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 В зале присутствует наш старый друг Коваленко Виктор Александрович, с которым мы до сих пор поддерживаем теплые дружеские отношения. Мы приглашаем его на эту сцену. Спасибо. Спасибо. Виктор Александрович, футбеальное отделение, был его заведующим. Его представитель творог. Дольшое спасибо. Я даже не знал, что мне будет такая роль, так сказать. Очень даже трудно сказать, мне прежде всего надо поздравить. Во-вторых, знаете, начал я работать в училище в 58-м году. И очень многое с тех пор изменилось чисто. Когда говорили, что это здание, где-то 70 лет, совсем не так. Я вспоминаю, как мы жили в прежние времена, когда страшно были довольны, что в конце концов получили в аренду старый деревянный дом в сырья, конторы. Вот там она была. С туалетом мы говорили, извините, я не знаю, что это. И когда мы туда заходили, там было, конечно, очень тесно. Здание было аварийное. Даже до сих пор не понимаю, как эти рояли, которые там стояли, не провалились в эпоху, говоря, потому что совершенно непоспособлены были и главы, и ничего. И тем не менее, счастливы были, что получили это, потому что до этого училище скиталось по разным местам. Было где-то в школе какой-то, то еще каким-то образом. И было безумно трудно. А когда заходили в это музыкальное училище, то прежде всего надо было привыкнуть к упрощению атмосферы, потому что оно не проветривалось. И это было очень трудно. Это я помню, это надо было себя очень сильно изучать. И тем не менее, несмотря на это все, несмотря на то, что герояли часто были не очень хорошие все, вы знаете, жизнь была совершенно чудесная, потому что были очень талантливые люди и работали, и начинали работать, так сказать, и как медагоги были, и были талантливые ученики. Я бы сказал более того, что вообще к нему относились, пожалуй, даже получше, чем сейчас относится. Вы знаете, конкурсы, во всяком случае, были гораздо большие, и люди стремились, и как-то это все было. Вот. И, ну что, греха-то есть. Да и играли не хуже, а вот и вот. Работали, тут уже говорили, работали и с концертой, и с конием работал, и с зингем работал. В общем, очень многие работали, работали и работали во всю. Вот. А, ну, я стал в молодости, вот понимаете, вот я в 58-м году приехал, стал работать на общих чемпионах, в 59-м я работал на специальном программе, а в 60-м меня, молодому человеку, поставили заведовать объявлениям, и были такие, как-то, как-то, все, и, понимаете, мне пришлось, чтобы этого, ну, каким-то образом, вроде как руководить, вот, хотя вообще, как административный, но, вы знаете, проблем было всегда очень много, не меньше, чем сейчас эти сети, и много проблем, и все, и все, и все, и все, и все. Вот. Да, я только одно хочу сказать. Когда-то было, когда я был в Московской консерватории, и разговаривал о трансценционном, а я говорю как раз о том, что много проблем есть еще в обучении пианистов, он, в конце концов, он рассвердился на меня очень, и сказал, подождите, доживете до моих лет, перестанете дрыгаться. Это было где-то в 79-м году, и мне тогда было около 60-х, сейчас мне больше, чем на 20 лет. Не перестало. И я вам желаю, что это не перестало. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Выпускница Людмила Степановна Евгеньевна. Креперователь детской музыкальной школы в районном центре Кольцова. Добрый вечер, дорогие друзья. Позвольте занять еще несколько слов, несколько минут вашего внимания и поздравить еще раз всех присутствующих с таким прекрасным праздником. Я являюсь выпускницей 98-го года колледжа и мы заканчивали его по шестилетней программе. И скажу несколько слов, какие впечатления связывают меня с этим заведением и вообще по жизни, что мне дала музыка. Вообще знакомство с музыкальным колледжем произошло в мое 25 лет назад, когда я сюда приехала, будучи ученицей 5-го класса музыкальной школы на конкурс областной. И тогда, когда я вообще появилась первый раз на этажах этого здания, я, конечно, удивилась всему тому, что происходит. Это какие-то скрипачи разыгрывались у окна, трупачи там трубили свои произведения, баймисты раздували меха, сидя прямо в коридоре. И, конечно, по сути, звучали звуки рояля, но просто такое ощущение было, что это был огромный большой оркестр, который настраивается перед концертом. И вот такое впечатление было неизгладимое вообще произвело на меня в музыкальное училище, когда он назывался. Думаю, боже мой, уже ли вообще возможно заниматься профессиональной музыкой, как это серьезно, сложно и вообще недосягаемо. Ну, спустя три года я сюда поступила, закончила и даже работала какое-то время здесь концертмейстером на вокальном отделении. И что хочу сказать, что в настоящий момент основная моя деятельность далека от музыки, потом были еще другие образования. И занимаюсь в коммерческой сфере, где у нас большая компания и больше 20 филиалов. Ну, так это все к чему? Потому что тот задел, тот запал, который дала музыка, он вообще не остается. И до сих пор вечерами я продолжаю преподавать в музыкальной школе игру на фортепиано уже более 20 лет. И тот стержень, тот стимул и, скажем, тот уровень ответственности всего того, что вообще в жизни получился и пришелся, достижения, они безусловно идут и корни все идут вообще отсюда. И вот где бы я ни была, какие бы конференции мы проходили, где, ну, в смысле, деловые, там, и приходится действительно иногда выступать на рояле, между прочим. Вот. А я всегда с гордостью говорю, что вот у меня первое образование музыкальное, низшее, и вообще с огромной благодарностью этим стенам. Также сегодня хотелось бы вспомнить тех преподавателей фортепиано-отделения, которых, к сожалению, в настоящий момент с нами уже нет. Это Леонтьев Алик Владимирович, Саблина Татьяна Валентиновна и подузова Тамара Николаевна, мой первый педагог в стенах этого здания. Ну, а сегодня жизнь продолжается уже 70 лет нашему любимому Новосибирскому музыкальному колледжу. И мне бы хотелось от лица выпускников 98-го года поздравить всех вас и всех преподавателей, ставить огромное спасибо за то, что вы в нас только всего вложили. И вот подарите памятный диплом о 70-летнем юбилее и цветы заведующему фортепиано-отделению Ирине Юрьевне Баженовой. Аплодисменты. Юмора, иронии, все присутствует, да. Ну, про профессионализм я вообще не говорю, все прекрасно, мы это знаем. И вот на сегодняшний день, когда мне приходится в моей текущей деятельности очень многих исправлять некоторые письма раз по пять, и они просто стонут от того, что им приходится это делать, и я говорю, ха-ха. И учились бы у моей Людмилы Степановны, которая после исполнения часовой концертной программы могла сказать, ну, пожалуй, вот эти вот два такта меня не раздражали. С этим я делаю паспорт. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Посвященный 70-летию Музыкального колледжа и профессионального отделения. Но это только начало яркой и торжественной череды концертов. В рамках мероприятий, посвященных 70-летию колледжа, 28 ноября пройдет концерт одного из ведущих баэлистов мира, заслуженного артиста России Юрия Шишкина. А самый главный, большой юбилейный концерт в честь 70-летия Новосибирского музыкального колледжа Ильини Мурова состоится 11 ноября в концертном зале «Сибирский» в 18 часов. Мы ждем всех на наш общий музыкальный праздник. И самое главное объявление. Сейчас в 209 кабинете состоится чайпитие. И мы приглашаем всех студентов, всех участников, преподавателей и выпускников нашего отделения. До новых встреч и всем большое спасибо за внимание. Продолжение следует...